Бобруйск Создание благоприятной образовательной среды как основа и условия реализации педагогических инициатив. Сегодня своими достижениями делились сотрудники Управления образования, спорта и туризма, Бобруйского горосполкома и администрации районов города. Своеобразный отчет о проделанной работе за последние пять лет увидели их коллеги из учреждения образования со всей Могилевской области. В сопровождении наших деток, начиная с ясельной группы дошкольного учреждения и, собственно говоря, заканчивая выпускной скамьей высшего учебного заведения. Все это в городе Бобруйске есть, все это в городе полноценно работает. Мы ознакомим наших гостей с опытом работы в духовно-нравственном воспитании на базе православных классов гимназии номер три. 82-й детский сад – один из пунктов экскурса для гостей. Он был сдан несколько лет назад. Здесь полностью разностороннее, ребенок может получить разностороннее обучение, воспитание, образование. Это и формы, такие как музыкальное дополнительное образование, физическое развитие. Здесь ребенок у нас получает и вопросы, связанные с его состоянием здоровья. То есть полностью идет контрольный процесс по воспитанию, обучению ребенка дошкольного возраста. Первая гимназия, которая принимала гостей, тоже пример благоприятной образовательной среды. Она опередила все гимназии города в прошлом году. Она готова представить свой опыт работы в некоторых таких очень актуальных направлениях. В частности, это и олимпиадное движение, это и их с текущего года начатый профориентационный проект совместно с открытым акционерным обществом «Белшина» и Белорусским национальным технологическим университетом, в который они активно включились. И я надеюсь, что этот проект даст свои результаты, поскольку для нашего города направление химико-техническое, технологическое очень актуально с той целью, чтобы ребята, отучившись в ВУЗе, приехали работать в наш город. Но особая гордость Бобруйска – школа хоккея с шайбой «Бобруйск-арена». Я хочу отметить, что с 2015-2016 года функционируют два специализированных по спорту класса, в частности, по виду спорта – хоккей с шайбой. Они созданы совместно детско-юношеской спортивной школой и средними школами номер 1 и 27. И сегодня гости города увидят тренировку ребят, которые начали обучение вот в 2015-2016 году по данному виду спорта. Гости также получили возможность познакомиться с творчеством дошколят и школьников Бобруйска. Залы Дворца искусств вместили в себя десятки работ юных художников, керамистов и других будущих мастеров прикладного искусства. В Бобруйске и районе проходит Европейская неделя иммунизации. В эти дни каждый желающий может восполнить пробелы в личном календаре и сделать прививки от инфекционных заболеваний. По национальному календарю у нас 9 обязательных прививок. Это туберкулез, гепатит B, краснуха, корь, коклюш, столбняк, дифтерия, полимиелит. Но календарь постоянно усовершенствуется. И уже с марта месяца, если раньше против полимита прививались детки в 3-4-6 месяцев, в 1,5-2 года и 7 лет, то уже с марта месяца они только будут прививаться в 3-4-5 месяцев и в 7 лет. По мнению специалистов, сегодня нет необходимости делать прививки чаще. Вакцины усовершенствованы и имеют длительный период действия. Вместе с тем, стопроцентную гарантию они не дают. Но статистика радужная. Из 100 прививающихся, 95 защищены полностью. Уберечь себя просто. Необходимо лишь обратиться в прививочные кабинеты по месту жительства и уточнить прививочный анамнез. Для справки, взрослое население в обязательном порядке раз в 10 лет прививается от дифтерии и столбняка. И ежегодно против гриппа. Шум мотора и ветер в винтах. Техника Бобруйского аэроклуба снова в небе. В городе после сезонного перерыва стартовал летный сезон. Парашютисты начали подготовку к международным соревнованиям. С первыми ласточками в небо отправилась Ангелина Дикун. Мастер спорта Беларуси по парашютному спорту Светлана Окунева ждала этого события много месяцев. Спортсменка с 30-летним стажем. Шагала в воздушную бездну более 1800 раз. Сегодня Светлана открывает свой сезон с километровой высоты. Прыжок на точность. На земле, свернув пушистое облако, Светлана торопится к коллегам. Не прочь пообщаться и с прессой. Не было страха. Ну, волнение, оно есть на каждом прыжке. Всегда какое-то такое. Ну, такого, чтобы страха, чтобы приходилось ее пересиливать. Такого не было. Абсолютно разные ощущения высоты. Что с крыши посмотреть, допустим, это очень страшно. И оттуда это совсем другое. Первый летный день прыгают профессионалы. Бок о бок с храброй Светланой только мужчины. Владимир Казинец. На ты с парашютом 30 лет. Любовь к высоте с раннего детства. В деревне смотрел, какая ста летает. И всю жизнь хотел летчиком быть. Сегодня Владимир готовится к прыжкам после перерыва в 11 лет. Карета подана, парашюты собраны. Сейчас мы вместе с профессионалами отправимся в небо. В кабине пилота бесчисленное количество приборов. Летчик сосредоточен. Качество прыжков зависит и от него. Первый день после сезонного перерыва проходит на отлично. В небо поднимается и вильга. За штурвалом начальник аэроклуба совершенствует навыки. Впервые я попал в кабину самолета. Имею ввиду управлять самолетом. Ну, планером будем мы сегодня. Зимой 1982 года. Здесь, в Бобруйском аэроклубе. Вот с тех пор, каждый год. Сначала спортсменом. Потом в армии на вертолете. И после армии опять в Бобруйском аэроклубе. Я продолжал полеты в качестве спортсмена. Потом в качестве летчика-инструктора, командира звена, заместительного начальника полетной подготовки. И в качестве руководителя организации. Сегодня техника аэроклуба в полной готовности. Планеры и самолеты в отличном состоянии. Парашюты тоже ждут своих смельчаков. Любой желающий может записаться и пройти курс обучения в аэроклубе. Профессионалы научат пилотажу и прыжкам в бездну. В одиночку и в тандеме. Светлана Окунева – хороший пример для подражания. Сегодня спортсменка готовится к чемпионату ветеранов Советского Союза по парашютному спорту в Абхазии. Ангелина Дикун, Павел Зоев, Александр Ященков. Сегодня в Бобруйске. На Белшине новый директор. Сегодня коллективу футбольного клуба представили нового руководителя. Телешев Олег Игоревич Коренной Бобручанин родился в городе Наберезине в 1974 году. Окончил с отличием Институт физической культуры и Университет международных трудовых и социальных отношений по квалификации управления персоналом. Олег Игоревич женат, воспитывает двоих детей. Последнее место работы – это в структурах БФСО «Динамо». Что могу пожелать, Олег Игоревич? Самое главное – нужно оперативно оценить ситуацию, которая сегодня сложилась в клубе. Коллектив сформирован, я думаю, вы разберетесь. Самое главное – оценить эту ситуацию и принять правильное решение. Я желаю вам и, надеюсь, с вашим приходом в команду, вернется тот командный дух, который был в Белшине у нас в конец 90-х, начало 2000-х годов, боевой дух команды, я обращаюсь к игрокам. Хозяйство, которым предстоит управлять Олегу Телешеву, сегодня внушительная детская школа, дублирующая состав гостиницы и ресторан. Надеюсь, что здесь с вашим приходом выстроится одна общая команда, и где вы будете работать все в унисон. Хватит кивать там. Это мое, не мое. Я хочу, чтобы в футбольном клубе Белшина звучала фраза «Не я, а мы». Представление заняло буквально несколько минут. Команда поддержала нового руководителя аплодисментами. В несколько минут уложилась и первая пресс-конференция для представителей всех средств массовой информации Бобруйска. Олег Телешев рассказал, что в спорте он уже 35 лет. Начинал здесь, с детской школы, тоже четвертый шинник. Начинал плавание, потом гребля, потом институт физкультуры. После института физической культуры пришел в Бобруйск и работал здесь, в городе Бобруйске, 10 лет. Это было связано с футболом. Мы выступали ежегодно на турниры Прокопенко, нашего земляка, сборной командой. Поэтому с футболом связаны. С ситуацией в футбольном клубе знаком. Никаких кардинальных перемен, минимум кадровых, не предполагается. Коротко изложил план действий на ближайшее будущее новый генеральный директор. Первоочередную задачу придется решать уже сегодня вечером в игре с клубом Ботэ. В перспективе большое внимание предполагается уделять развитию детского футбола. 1 мая – светлый день воскрешения Христова в этом году совпал с Днем трудящихся. Городское объединение профсоюзов вместе с властями Бобруйска организовали масштабное празднование в парке культуры и отдыха. На концертных площадках выступят профсоюзные артисты, ждут бобручан-город мастеров и фотоплощадка, интерактивная выставка и катание на лошадях. В детском парке профессиональные союзы сделали подарок самым маленьким бобручанам. Покататься на всех аттракционах дети смогут абсолютно бесплатно в течение всего праздника труда.